Продолжение следует... В западном направлении от Мариуполя секретарь СНБО Александр Турчинов, который лично побывал не только в самом городе, но и на одной из передовых позиций, отметил, что сегодняшняя спецоперация является, пожалуй, самой лучшей за последние несколько месяцев. Тем не менее, он отказался комментировать количество погибших и раненых, тогда как по неофициальной информации есть и двухсотые. Тем не менее, совместными усилиями вооруженных сил Украины, национальной гвардии и батальонами специального назначения были взяты целый ряд городов, такие как Коминтерного, Широкина, Бердянская, Лебединская и другие. Это очень важная акция, которая была проведена нашими гвардейцами за поддержку Збройных сил Украины. И она, фактически, защищает место Мариуполь. Мы отбили кордон, фронт, фактически, лінію з'ятынания, лінію боевых действий на 20 км от нашего города, фактически, защищая его от артиллерийских обстановлений. Кроме того, сегодня украинской артиллерии было снищено блокпосты в районах населенных пунктах Саханка и Октябрь. Наразі информация про втраты среди спослужбовцев уточняется. Боевики ожесточенно сопротивлялись. Они отстреливались из различного вида вооружения, в том числе применяли систему реактивного залпового огня. Град стреляли не только по наступающим армейцам, то и по населенным пунктам. Там есть погибшие среди мирного населения. Кроме того, Александр Турчинов отметил, что линия фронта, которая вырисовалась в результате сегодняшнего наступления, не является окончательной. Также секретарь Совета нацбезопасности подтвердил информацию о том, что сегодня в украинском небе была замечена российская военная авиация. Речь идет о боевых самолетах, которые летали на достаточно низкой высоте в приграничных районах. Кроме того, Александр Турчинов опроверг информацию о том, что один из этих самолетов был якобы сбит. И отметил, что судя по развивающимся конфликту, он не исключает возможности того, что противник может нанести удары из этого вида вооружения. На данный момент это все.